Томсо, а среди чеченцев в нынешней российской армии тоже нет воинов? И по каким параметрам ты определяешь, кто воин, а кто нет? Иван Романюк, ну это вообще оскорбление понятия воин. Сказать, что в нынешней российской армии чеченец, который служит в нынешней российской армии, его назвать воином, это оскорбить всех воинов, которые когда-либо жили на нашей земле. Томсо, ты знаешь, что твои видео кто-то нарезает? Так вот, под одним из них развернулась жесткая дискуссия, там видео ты говоришь, что у русских никогда не было воинов. Ты действительно так считаешь? Да, я убежден в этом, понятие воин, оно не присутствует вообще в российской культуре, в российской армии, нет такого как воин. У них есть солдаты, есть офицеры, но воинов нет. Это даже звучит как-то странно сказать, российский воин. Российский солдат. Томсо, а среди чеченцев в нынешней российской армии тоже нет воинов? И по каким параметрам ты определяешь, кто воин, а кто нет? Иван Романюк, ну это вообще оскорбление понятия воин. Сказать, что в нынешней российской армии чеченец, который служит в нынешней российской армии, его назвать воином, это оскорбить всех воинов, которые когда-либо жили на нашей земле. Ну нельзя такие вещи говорить. Чеченец, служащий в российской армии, это предатель и ничтожество, хуже которого быть просто ничего не может. Предатель и ничтожество, конченное, последнее. Как бы российский военный, не чеченец, он перед ним просто святой. Потому что этот, по крайней мере, в своей стране, в своей армии служит, за свою страну, хорошая она или плохая. Убивает она там невинных или не убивает, завоевывает территории несправедливо, не завоевывает, что бы она ни делала, но этот человек, по крайней мере, не предает. Он служит своей стране и вот тем интересам, которые преследуют правящие элиты в его стране, понимаешь? Он не предатель. Когда ты пытаешься из него сделать воина, это еще полбеды, понимаешь? Но когда ты называешь чеченца, который предал наш народ и пошел служить в российскую армию, он предатель. И ты пытаешься его назвать воином, ты оскорбляешь воинов, пойми это. Конечно нет, он не может быть воином. А в российской армии, в российской истории нет воинов. Назови хоть одно имя и скажи, что он воин. Кто? Кто в России воин? Давай возьмем новейшую историю. Кто из участников российско-чеченской войны, российско-украинской войны, российско-сирийской войны? Назови хоть одну фамилию, чтобы его рядом с этой фамилией можно было поставить слово воин. Кто? Кто? Шаманов, что ли? Буданов? Кто? Конечно нет. Томсо, как думаешь, политическая карьера Навального закончилась? Конечно нет. Нет. Политическая карьера Навального, я думаю, только началась. По-настоящему. И началась она как раз в тот момент, когда он вернулся назад в Россию и его посадили. Когда я говорю началась, я, конечно, не имею в виду, что все, что он делал до этого, не имело смысла, или он там не был политиком. Да, он и до этого был, конечно же, политиком и очень серьезным, и его деятельность имела успех. Но вот по-настоящему такой международный вес он обрел, безусловно, когда вернулся обратно. Первая волна политического веса была, когда его отравили, и он выжил. Но это все же, наверное, сечение обстоятельств. Здесь не было его какого-то конкретного подвига. То есть то, что он выжил, это такова была воля Господа, что он не умер. Когда он вернулся, это был уже подвиг с его стороны. Он пошел на очень серьезное решение. И этот поступок сделал из него уже героя для его электоратора, который, безусловно, очень сильно расширился этим его поступком. И сейчас существует только два человека в России. Это Путин и Навальный. Остальные, я имею в виду, вот есть Путин, и противопоставить ему, человека, который имел бы такой же вес, это только Навальный. Другого нет. К Навальному можно относиться хорошо или плохо, в этом нет проблем. Я не имею ничего против тех людей, которые, допустим, предъявляют Навальному какие-то упреки, допустим, которым не нравятся его политические взгляды, не нравится его какая-то программа. Те люди, которые считают его методы, допустим, неправильными, что они не достигнут успеха, критикуют, скажем, умное голосование или критикуют там его какую-то активность в выводе людей на улице, которая была в 18-19 годах. То есть в этом нет проблем, то, что его критикуют. Но не признать, что при всем при этом, хороший он, плохой ли он, везде ли он все делает правильно или нет, при этом, что он сегодня реальный оппонент Путина, не признать это невозможно. Нет какой-либо другой фамилии в России, который был бы оппонентом Путина такого уровня, как Навальный. И вот этот вот уровень Навальному придало вот это его решение вернуться домой. Это реально подвиг. Это такой геройский поступок, который он совершил. Поэтому сейчас, сидя в тюрьме, хоть может казаться, что все его там обезвредили, он сел в тюрьму. На самом деле нет. Илья Яшин дал интервью на днях Deutsche Welle и там сказал очень правильную вещь, с которой я не могу не согласиться, что сейчас время работает на Навального и против Путина. Вот что время работает против Путина, здесь можно, конечно, поспорить. Кто-то скажет, что нет, не работает, приведет пример, что 20 лет не работало и сейчас не работает. Окей, можем эту часть оставить, но то, что оно работает на Навального, в этом нет никаких сомнений. Сидя в тюрьме, он, можно сказать, ведет активную политическую деятельность. Он ничего может не делать, он просто проживает эту свою жизнь в тюрьме, жизнь заключенного. Он встает по расписанию, кушает по расписанию, какими-то, что-то там делают, а не по расписанию. А в это самое время у него идет политическая карьера. Он является политическим заключенным. В любой момент, когда он выйдет из тюрьмы, он, если он станет кандидатом в президенты, он просто в легкую выиграет Путина и любого другого кандидата. Вы не можете сегодня назвать ни одной фамилией, который бы выиграл у Навального на выборах. Только Путин, только Путин является его соперником. Они вдвоем будут, если бы проходили честные выборы, то они бы оспаривали бы кресло президента. Так что я не согласен с тем, что Навальный уже все. Я думаю, что Навального политическая эпоха Навального, она как раз таки сейчас идет. И чтобы и Навальный уже все, они должны пойти на его реальную ликвидацию, на которую... Мы, конечно, не удивимся, если они на это пойдут. От подобных режимов можно ожидать вообще все, что угодно. Но все же надеемся, если только Путин и Навальный, то не допускается ли то, что Навального готовят на место Путина? Нельсон Манделла по-российски. Время работает на Навального, так и было задумано стратегически. То, что Нельсон Манделла по-российски, наверное, такая аналогия может применяться, вполне подходящая. То, что не допускается ли, что Навального готовят на место Путина? Готовит кто? Вопрос. Если речь идет о том, что он и является проектом Путина, которого Путин готовит на свое место, ну, друзья, здесь я вообще даже не буду заходить в обсуждение этой темы, какие-либо с вами споры, потому что я знаю, что люди, мыслящие такими категориями, с вами невозможно вообще ни о чем говорить. Вы, в принципе, любое явление, которое происходит в этом мире, зеленеющая трава, даже она будет связана с Путиным, его планом. Поэтому здесь окей, давайте просто останемся при своих мнениях. но вот то, что неудачное отравление Навального и сделало из него политического тяжеловеса, в этом нет никаких сомнений. Но если вы считаете, что так и было задумано, что человека можно отравить новичком по плану и что человек может согласиться на такое отравление по плану, то я опас дальше с вами общаться. Давайте просто оставим. Субтитры создавал DimaTorzok